Между тем, Минтруда собирается создавать в Казахстане 90 тысяч рабочих мест ежегодно. Сейчас вакантными по программе ЕНБЕК остаются 38 тысяч мест. По этой же программе на развитие рынка труда и выдачу кредитов для открытия бизнеса среди новичков ведомство намерено направить 75 миллиардов тенге в течение трех лет. На четной пресс-конференции Минтруда побывала моя коллега Диана Токенова, которая постаралась понять, будет ли эффективным освоение таких колоссальных сумм. Диана, тебе слово. Диана. Мариям, я помню, 22 января ты сообщала о коррупционных нарушениях при реализации государственной программы ЕНБЕК, которая направлена, напомню, на борьбу с безработицей и выдачу кредитов для начинающих предпринимателей. Тогда в карманах недобросовестных предпринимателей осели 500 миллионов тенге. Вместо того, чтобы открыть собственное дело, получатели пустили эти деньги на покупку квартир и машин. Так вот, в этом году оператор Министерства труда и соцзащиты запрашивает из бюджета еще 48 миллиардов тенге, а в следующем собирается потратить намного меньше – 13 миллиардов тенге. На вопрос, почему бюджет разнится на 35 миллиардов тенге, внятного ответа получить не удалось. Что касается 35 миллиардов, мы, если вы заметили, ежегодно увеличиваем охват населения. Если было в прошлом году более 500 тысяч человек, в этом году 660 тысяч, то есть 19 миллиардов. И на 2020 год более 700 тысяч человек разными мерами занятости. Поэтому эти деньги будут направлены на эти цели. В том числе кредитование, грант мы тоже увеличиваем. Отмечу, что по этой госпрограмме доступна достаточно прозрачная отчетность. К примеру, на сайте ДОМУ указаны суммы кредитования, которые размещаются в 13 финансовых институтах. Из них 5 – это крупнейшие банки страны. Кстати, для членов многодетных и малообеспеченных семей кредитную ставку снизили с 6 до 4%. Заим до 20 миллионов тенге можно получить на 5-7 лет. А вот что касается ситуации на рынке труда в Казахстане, то по официальной статистике безработица составляет 4,8%. Даже если Минтруда успешно освоит за два года больше 60 миллиардов тенге, показатель останется на том же уровне. В нацпалате Томикен опросили 62 тысячи безработных, и половина из них имеет высшее образование. Мы поинтересовались мнением экономистов, как они объясняют цифры по безработице. 4,8% – она далека, конечно, от реальности. Да, я бы на самом деле эту цифру умножил бы на 7,8, и мы бы получили что-то около 30% безработицы. Даже я считаю, что больше – это около 35%. Проблема в том, что наши государственные органы ведут не совсем правильный подсчет, на мой взгляд. Только мой взгляд. На мой взгляд ведут не совсем правильный подсчет, не учитывая самозанятое население. В то время как самозанятое население – это у нас что-то около 2 миллионов человек, даже больше. Получается, что госорганы подходят очень механически к оценке вот этой проблемы, замалчивая реальные цифры. И таким образом мы не получим возможности к тому, чтобы с этим как-то бороться. Вернусь к вопросу денег, которые Минтруда запрашивает из бюджета на борьбу с безработицей и выдачу кредитов. Сумма, как уже говорила, выросла в 4 раза. В описании документов одна из статей расхода – это создание единой цифровой площадки по трудоустройству. Но здесь напрашивается вопрос – зачем тогда действующая площадка электронной биржи труда «Янбек.КИЗ»? И даже если новый ресурс все-таки требуется, то невольно вспоминается недавний случай в Чехии, когда программисты за два дня бесплатно сделали сайт, на который министр транспорта хотел потратить 16 миллионов евро. Чиновник потом остался без кресла. У меня на этом все. Мариам. Спасибо, Диана. Потрясающий пример.